МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинный регион, у студии Катерина Градницкая. Вітаю вас и сегодня в выпуске «Углядите». ЗАХОВУАЮТЬ ИНФОРМАЦЮЮ ПРА ЛЕКИ И ДОЗЫ, как электронные рецепты приживаются в области. Кастрышник-листопад – самый сприяльный период. Чому треба поспеть, зробить пришепку, супрать гриппу? В участь работе со светлом и тенем на Могилёвшине адраджают фото-гуртки. Про это инша больше подробязна. Больше за 20 тысяч электронных рецептов забеспечили леками у аптеках в области. Основным гэта Могилёвый Бабруйск. Плануется, что до 2020 года медицинская документация повинна быть в электронном выгляде. У тым леку и система продугледживая поступовую замену паперовых рецептов пластиковыми картками. На их будут заносить усе назначения урача. Электронный рецепт по крысе у выходец уже Тёма Могилёвшан. Вот она – зелёная пластиковая картка, на якой сбираются вся информация про назначенные и набытые леки конкретного человека. Картка со штрих-кодом, где зашифрованное прозвище, имя, пашпортные данные. У вас выписаны два лекарственных средства – амоксицерин и бисапролол. Амоксицерин 20 доз. Видим общую картину всех лекарственных средств. В бумажном рецепте есть возможность нечитаемости рецептов. В электронном всё видно. Першими системы электронный рецепт на Могилёвшине укороняют предприемства РУП «Фармация». У инших аптеках такие картки пакуль не приймают. Центральная поликлиника и диагностичный центр. Паперовые рецепты пакуль не отменяют. Процесс информатизации различен до 2020 года. И потребуют значных сродков на первое обсталявание. Плануется, что и в районных центрах электронные носбиты заменить паперовые. В основном, приоритет для открытия аптек – это новостройки. В частности, недавно была открыта аптека в Горках, в новостройке. Сейчас мы открыли в Казимировке. Электронные рецепты – это крок у бок информатизации системы охоты здоровья Украины. Звездки про пациентов будут у одинной базе, что дозволить обмениваться информацией. И особливо это зрушено у сельской мясовости. Например, фельдшер Худка имеет допомоги, что приехал до хворога, может доведаться про все леки, которые он принимает. Катярина Градницкая, Александр Тарасов, Новины региона. А баранить себе от вируса на грипп гэтым правом на Могилёшыне на даденный момент скаристалися больше за 306 тысяч человек. З их амальтратина – это дети. У областных центров эпидемиологии и гигиены, кажутся кампания по вакцинации на грипп у разгары. Амаль 60 тысяч человек бесплатно отримали пришепку от гриппу на предприемствах. Як удокладняют эпидемиологи, селита для бесплатной иммунизации у основным выкаристовывается российская вакцина Гриппол+. Якая по своих характеристиках не заступая за межным аналогом. Як и в повередние годы бесплатно пришепливаются люди с высокой рызакой тяжких ускладнений и хроничными захворываниями. Маленькие дети, а так само ты, кто по своей профессийной деятельности забеспечивает жизнедеятельность города – медики, наставники прационной сферы обслуговывания. По словах эпидемиолога, у Кастрышник Листопад – самый сприяльный период для вакцинации. За 2-3 тыдни формируются потребные иммунитеты, які працуют на протягу года. Усяго плануется иммунизовать больше за 420 тысяч жахаров в области. В субботу, 11 листопада, пройдя промая телефонная линия с наместником старшини Могилевского Аблвыконкама Андреем Кунцевичем. Коли вас хвалюють пытания у социально-культурной сферы в области адукации о хове здоровья, можно звертаться по номеру в Могилеве – 50 18 69. Телефонная линия будет працовать с 9 до 12 годин. До Андрея Кунцевича можно будет так само звернуться с пытаниями по спорте и туризме, по оздоровлению и санаторно-курортным лечении як дорослых, так и детей. Выказать пропоновы по гуманитарной деянности и социальной обороне насельництва. Нагадаем телефон для совези 50 18 69 у Могилеве. Одночасово промые телефонные линии проведуть кероники усих, гар и райвыканкама у Могилевщины. Так, например, у Могилевским гарвыканками ваши проблемы паспробуя выршить намесник старшыни Сергей Дядович. Нумер телефона 42 21 02. И у той же час у Бабруйским гарвыканками ваше телефонованне будет примать намесник старшыни Бабруйского гарвыканкама Инна Ануфраева. У Бабруйску номер телефона 76 21 41. Пенсионер потерпел на пожары у Могилеве, и, как поведомили у службе 101, пожар отбылся у Кватеры на 7-м поверсе 9-й поверховке по проспекте Шмитта. Узгорание ликвидовали. 74-х годовый господар Кватеры отримал моцные опеки. Ему спотребилась шпитализация. Специалисты меркуют, что пожар мог отбыться за неосерожного обыходжения за огнем. И тело мужчины знайшли у Дняпры, в Быховском районе, недалеко от везки Ляда. Обздарение правоохоуникам поведомил мясовый жихар. На место выехали от поведной службы и эксперты. На мужчине было одзение, которое носят рыбаки. При себе у него были и снасти. Али отсутничали документы. Особу человека у Росея довелося высветлить экспертам. После проведения судово-медицинской экспертизы можно будет оказать про докладную прощину смерти человека. Зараз по факте смерти иде проверка. Фотомастатство не только технология. Каб зваться майстром, мало уметь корыстаться фотоаппаратом. Лишись могилевский фотограф Игорь Багамазов. Для его фотография – соправдное мастатство малявания светлом. Миновита гэтому он вышит на ведвальника у сучасных фото гуртка. Мне хочется детям помочь увидеть красоту, показать ее тонкости, показать ее грани. Потому что у каждого человек талантливый. И у каждого свое видение. И я хочу им помочь увидеть это. Прас фото с дымки. И каб яны отрымалися якосные, на самой справе немае значения, на что сдымать. Головные – як, якими руками и с яким настроем. Святло и тень для фотографа своего рода палитра и пензель, с допомогой яких нарождается отсуд. Сейчас вы видите, как изменяются черты лица модели. Самая любимая моя световая схема – это голливудский свет. Благодаря свету мы можем видеть различные, допустим, мимические черты лица, объем лица. И вот благодаря свету мы можем даже взять одного человека и сделать свет так, чтобы просто его можно не узнать на фотографии. Занятки проходят и у профессийной фотостудии. Это обовязковая умова программы. Минавито тут можно научиться фотографовать звычайные речи незвычайно. Мандарин, когда я аккуратно разделяла, я положила с другой стороны. То есть мандарин там есть одна сторона, а есть внешняя и внутренняя. Вот это лава, это внутренняя. И я положила на лампу и увидела, что я вижу текстуру. Если ее немножко надломать, можно увидеть, будто это какая-то лава. Подлетки народ неопростый и часом их тяжко затекавить. А для шастей за все им достаточно поддержки дорослых и разумения своей уникальности и значности. И тогда придет успех в любой справе. Татьяна Смоловская, Миколай Соболев, Новины региона. Могилевский гандбольный клуб «Машека» соступил в черговом поединке чемпионата Беларуси. У гостях наша команда состракалась с одним из лидеров сезона Минск-Имска. Большую часть у матча у могилевчане народных змагались с татулованом соперника. Вырвать перемогу столичные гандболисты сдолили у концы супредстояния. 38-32. Лепшими у «Машеки» были Алексей Гайса и Сергей Михальчук, якие закинули по 10 мячоу. У селетнем чемпионате наш клуб сгулял 9 поединков. У турнирной таблицы могилевчане разместилися на пятом месте. Наступную сустречу «Машека» проведя дома. У субботу у спорткомплексе «Олимпийц» наши гандболисты помируются силами с минским витязем.